Приятного аппетита! Спасибо! А маме пожелать того же! А ты жой? Прожой! Аппетита! Какого аппетита? Приятного! Умник! Что и дурачится! Привет, подруги! Всем доброго-доброго утра! Подруги не старались, скажи им доброе утро, подруги! В общем, мы с моим несменным компаньоном завтракаем, и сегодня день будем проводить вместе. Мы дома завтракаем, у нас сегодня выходной в садике, да? Снова долгожданное, но как бы зачастили, так сказать. Грантик наш любимый в садике, он, в общем, за нас там, да, отдувается за всех, и поэтому мы, собственно, можем спокойно дома здесь заниматься своими делами, носами и так далее. Грант сам по себе, он в садике просто прекрасно себя чувствует, адаптируется тоже очень хорошо. Сейчас уже остаётся на целый день, на сон, днём спит, да? Существует гусём, гуся нужно давать с собой, это его любимая игрушка, с которой он спит. И в целом он действительно замечательный, классный мальчишка, который супер во всех активностях адаптируется, общается. Вот прям контакт у него очень тесный с воспитателями, все очень ему рады, довольны. И он прям очень весёлый мальчишка, смешит там всех подряд. Сейчас, кстати говоря, у него любимая история, это повторять наши имена. То есть он вот сидит, вот на Рэм, это Рэм, мама. И когда спрашиваешь, как зовут его, он орёт Ганг, да? А, кстати говоря, если говорить про имена, у нас сегодня рубрика «Любимая комментарий дня». И ваши комментарии по поводу имён. Очень многие спрашивают меня часто по поводу того, какое полное имя Рэма. Такой вопрос звучит и в связи с моим именем, и, конечно же... Мам, ты здесь где? Ну, у тебя просто огуречная башня. И в связи с тем, что я всё-таки представитель немного иной культуры, и моё имя Датси, оно здесь совершенно необычно. Оно ежедневно вызывает у людей большой интерес, восторг, вопросы. И, естественно, меня называют. Всяко-разно, но, скорее всего, не так, как правильно. И в связи с этим комментарий дня от вас был вопрос, как звучит имя Рэма полное. Потому что никто не может смириться с тем, что его полное имя Рэм, три буквы. И кто-то из вас, отвечая на этот комментарий, написал, что полное имя Рэма — это Ремингтон. Это было настолько смешно, потому что Ремингтон — это просто вот его такая неофициальная, в общем, ну, не кличка даже, но, в общем, такая смешная форма имени, которую шуточно мы использовали, когда он был совсем маленьким. Да иногда и сейчас я говорю Ремингтон. Это такая смешная, да? Но это совершенно не длинная форма его, полная форма его имени. У него полная форма имени — это три буквы Рэм. И всё. Ну что ж, раз сегодня детский контент, то сегодня поговорим с вами про гардероб моих детей. Неоднократно в комментариях вы меня спрашивали про гардероб, поскольку привыкли к тому, что ещё когда Рэм был совсем маленький, я всегда показывала наикрутейший гардероб у ребёнка. Самые любимые магазины, естественно, были — Zara, Reserved, Loon, Nitz и прочие магазины, в которых можно было приобрести невероятную прелесть для малышей. Но сейчас я должна сказать, что к возрасту моих детей 4 и 2, ну, уже почти с половиной, мать приустала, в общем, приуныла я, и запал мой закончился. Так вот, что касается гардероба детей. Он у нас сильно аскетичный сейчас. Почему? Потому что, во-первых, дети подросли, дети стали гипермобильные, гиперактивные, их на улице не удержать, ни один, ни другой не хотят сидеть в коляске, то есть коляски в нашей жизни практически уже нет. Следовательно, они совершенно свободны в своём передвижении. И понятное дело, что когда дети были маленькие, там они и в мега лужи попадали, и были комичные ситуации. Но сейчас только такие ситуации. То есть это прогулки в садике, это прогулки наши, это прогулки, когда они отправляются к папе. И на данный момент наш приоритет – это тепло, потому что на улице холодно. Это практичность, потому что они просто гадят всё. И это, конечно же, здоровье детей, потому что сейчас пора каких-то сумасшедших вирусов, мы постоянно болеем. И, следовательно, мне важно, чтобы та одежда, которую я надеваю на своих детей, она была не только поразмел, гипераллергенная и прочее, но чтобы она была вот прям подходящим им детям. То есть терморегуляция, чтобы была в порядке, чтобы там не пропускал ни ветер, ни влагу, и чтобы дети были максимально закамуфилированы, в общем, на улице, и чтобы они максимально комфортно и безопасно могли бегать и наслаждаться зимним временем на улице. Сейчас на выход у нас что? У нас несколько пар хороших джинсов, их я покажу, несколько классных толстовок, есть и праздники, и это рубашки. И в основном это всё. Мой главный фокус сейчас – это верхняя одежда, которую дети надевают на улицу. Верхний ящик вот этой прекрасной кейлской мебели, он у меня вывалился. И сейчас вообще нет возможности это все восстановить. Что у нас по гардеробу? Основными какими-то вещами на данный момент, если мы говорим про выход детей из дома, то являются вот такие вот зароские джинсы. Причем и для Рэма, и для Гранта. Гранту везет больше, потому что Гранту по размеру перепала сейчас. Очень много пар и джинсов, и прочих штанишков, которые нам тоже. И там вот эти мне моя подруга Марина подарила, отдала, поскольку старшему сыну они уже малы, а Грантику как раз-таки вот такие вельветовые, темно-зеленого, такого бутылочного оттенка штанишки будут прям как раз, если он выходит куда-нибудь, куда-нибудь. Что еще? Ну, в зимнее время, понятное дело, самый главный приоритет, самая прекрасная вещь гардероба детей это колготки. Огромное количество носков, причем как для Рэма, так и для Гранта. Обычно я стараюсь покупать вот такие вот однотонные вещи, и максимально избегаю разные вот, ну, в общем, цветные вещи. Но если уж совсем там хочется, ребенку не понравится, тогда, конечно же, мы их покупаем. Потом куча наших футболов, да в целом, наверное, и все, подруги. Ничего такого здесь я вам показать не скажу, более интересное, это как раз-таки действительно верхняя одежда. Верхняя одежда у нас сейчас, естественно, зимняя, но я также готовлюсь уже к весеннему сезону. И в этот раз я решила детям приобрести одинаковые комплекты, одинаковых цветов. Просто, понятное дело, размеры разные. И вот посмотрите, какая невероятная красота у меня здесь, в нашем гардеробе. Это вот такие вот комплекты демисезонных курток и демисезонных штанов для прогулок. Для Рэма побольше размер, для Гранта, естественно, поменьше размер. Это наш любимый в Англии Бу. И важная новость в том, что сейчас у этого бренда происходит ребрендинг. Они поменяли имя, и впредь правильно он звучит в Англии. Компания поменяла логотип, теперь он стал более лаконичным. Расширяется ассортимент, разработаны новые цвета, фактуры, принты, а также эксклюзивные материалы. И что лично для меня самое классное, так это то, что в скором будущем появится обувь, которой раньше в бренде не было. Почему же так сильно люблю эти вещи? Ну, первое, это, естественно, эстетическая сторона вопроса. Посмотрите, насколько качественно сделана эта вещь. В этой конкретно демисезонной куртке утеплитель 150 грамм. Внутри такая очень скользящая, приятная подкладка, которая обеспечит очень комфортное надевание куртки. И у ребенка не будут цепляться и застревать руки. И даже в тот момент, когда ребенок сам учится одеваться, капюшон в этом случае не снимается. Здесь у него есть такие затяжки на резиночках. Очень глубокие и очень удобные. То есть максимально закрывают ребенка в ветреное время. Причем эта куртка не пропускает ни ветер, ни влагу. И ребенку в такой куртке будет очень комфортно. Также здорово, что внутри есть неймтак. И здесь можно написать контакты и имя ребенка или имя родителя в случае, если куртка будет утеряна. Ну и, конечно, верхний материал. Несмотря на то, что он светлый. А вы знаете, что я люблю такие смелые оттенки в случае детей. Такой светло-голубой он, несомненно, является очень таким смелым оттенком. Вот этот материал, он хорошо стирается, очень легко стирается. И можно даже после прогулки влажной тряпочкой пройтись и куртка высыхает. На следующий день можно снова ее одевать. И, конечно же, все куртки оснащены отражателем света для безопасности ребенка на улице. На рукавах также есть резиночки, которые не дают ручке ребенка мерзнуть, потому что все тут хорошо затягивается. И холодный ветер не проникает внутрь. И штаны, конечно же, это очень важная часть гардероба ребенка на улицу, поскольку здесь очень важно. И если в случае шлепнется ребенок на попу или на коленке, чтобы это все дело не промокало, и ребенок был сухой и был в тепле. Что еще очень классно, что мне нравится в этом случае, здесь продумано все очень здорово. Посмотрите, здесь есть специальные крепления на липучках, которые позволяют подтяжки либо снять, либо наоборот надеть. И в зависимости от того, нужны они или нет, можно здесь это все дело прекрасно регулировать. Ну и, конечно же, длину их также можно отрегулировать и пользоваться ими так, как хочется. Также, чтобы штанишки прилегали хорошо к талии ребенка, здесь есть резинка и все то же самое внизу. Здесь также есть резиночка, которая закрывает ножку и снизу. И причем здесь есть такой нескользящий такой материал, ну как раз-таки это резинка. Она силиконом также обработана для того, чтобы штанишки не поднимались по ножке вверх. Ну и внутри очень приятная скользящая подкладка для удобства надевания этих штанишек. Проходите по ссылке в описании моего видеоролика, воспользуйтесь моим промокодом REM10 и получите скидку в размере 10% на ваш заказ лучшей детской одежды от компании Вангли. Вся информация в описании этого видеоролика. Что еще, мои дорогие подружки, давным-давно не показывала вам детскую из изменений, помимо вот этого прекрасного вывалившегося ящика. Тут много чего. И из тех моментов, которые не поменялись, это старая дверь, которую до сих пор я не поменяла. Не спрашивайте, почему? В общем, жизнь – боль. Поэтому, ну, в общем, как есть. Из расположения, что у нас здесь? Кажется, окончательная конфигурация кровати у нас здесь состоялась. Вот в этой кровати спит Грант, в той кровати спит Рэм. И, в общем, так они, эти кроватки, у нас и стоят. Решил их поставить вот таким вот как бы углом, просто потому что здесь пространства для игр у них становится больше. Тут наши игрушки. Три вот такие вот емкости, корзины, две, два контейнера. Вам вполне возможно может показаться, что здесь адский бардак, но мы свой бардак знаем и прекрасно ориентируемся, где что лежит. Здесь в основном все игрушки. Самый любимый сейчас это для Гранта трактор, потому что это его любимое слово. Он, как видите, трактор орет его 10 раз. И, в принципе, чтобы орать слово трактор, ему даже не нужно видеть трактор. Поэтому вот эта вот любимая игрушка у Рэма, это монстр трак. В этом контейнер у нас наша любовь всей жизни. Это конструкторы, из которых мы собираем все, что угодно. Здесь, не знаю, комплекта больших, наверное, 4, просто огромное количество. И мы решили вот что сделать. Мы взяли основную массу и количество вот этих вот кубиков и собрали вот такую вот мега-крепость. И вот в этой мега-крепости у нас происходят всякие разные истории. Динозавры пытаются в нее прорваться. Там монстры какие-то. Потом там рыцари ее защищают. У нас даже есть пушки. Ну, в общем, играем с крепостью. Эта история у нас такая вот, чтобы на самом деле немножечко разгрузить этот контейнер, чтобы хоть было понятно, где конструктор находится. Вот с этим делом мы играем. А тут у нас любимая игогошечка, лошадка Грантика, которую, кстати говоря, подарили ему на день рождения. И я только сейчас поняла, что я не опубликовала материал с дня рождения Гранта. Напишите в комментариях, интересно вам посмотреть, как проходил хотя бы фрагментально день рождения Грантика, который был, так, на секундочку, в сентябре. Мать года, наслаждайтесь подушкой. Также по всему дому у нас путешествует этот гелик. Это любимая, еще одна любимая игрушка обоих, потому что на этом гелике они катаются в нон-стопе. Он какой-то совершенно прекрасный. Во-первых, он катится очень легко. Грант на нем рассекает просто. Я удивляюсь, как еще стены стоят. Рэм, в принципе, тоже. Ну, я такого, как бы, дерзкого, знаете, мафиозного мужского гелика. Он превратился в такого милого Дина-трака. Поэтому, ну, в общем, обклеил Грант это все наклейками. Ну, знаете, как говорится, за ваши деньги любой каприз. Его машина пусть делает, что хочет. Вот. Что еще у нас тут? Полки наших книг. Это история, вот, самая сложная, наверное, потому что держать эти книги в порядке невозможно. Дети мои обожают книги. Они просто их читают постоянно, листают постоянно, поэтому здесь все время образуется бардак. Я, конечно же, его усмирила перед съемкой, но, тем не менее, здесь, как правило, просто, ну, очень все сложно. Причем они таскают эти книги без конца, начиная от лучика нашего, заканчивая всеми остальными. И знаете, когда вот у меня, например, какие-то съемки, мне нужно отснять красивую, новую, свежую книгу лучика, только, только я на секунду отвернусь и прощелкаю момент. Это просто реально секунда, как уже вот эти маленькие жирненькие ручки сидят и листают эту книгу, и вот это вот наша любимая 2-1-2-1-2-1, и вот они по камешкам прыгают, и, в общем, поэтому здесь на полке несколько книг лучика и все остальные любимые книжки. Если вам интересно, мы также можем пройтись по книжкам, я вам расскажу, что у нас тут есть и какие наши любимые. Ну, вы пишите в комментариях, что хотите. Кстати, по игрушкам тоже, если хотите какой-нибудь типа обзор игрушек, ну, чего-нибудь вам, да, покажу из того, что мы любим. Что у нас еще? А, совершенно прекрасная вещь. Календарь Адвент, который обычно на Новый год, но нам Новый год, вернее Рождество, нам праздник не нужен для вот этого всего действия. У нас Чупа-Чупс Адвент Календарь, и, в общем, здесь, ну, как по правилам Адвент Календарей, ты открываешь каждый день по одному окошку и получаешь то, что там внутри. В этом случае это вот Миллер, Чупа-Чупс, Фрутелла и конфетки. Так как дети мои, ну, как бы, очень избирательны в сладостях, можно сказать, что не сладкоежки, Гранд больше, чем Рэм, но все равно тоже, ну, как бы, в 90% случаев все Чупа-Чупс, которые они любят, между прочим, все равно они, как бы, поедят их, и она оказывается в мусорнике просто потому, что они, ну, как бы, не доедают и выбрасывают их. Поэтому я, собственно, спокойно оставляю вот этот календарь в комнате, и никто его не трогает, все нормально. Потом лучики наши, конечно же. Кстати, кто спрашивал, где можно купить лучика? Это сайты Буквоед, Читай-Город, Бук-24 и магазин Птенцы в Санкт-Петербурге. Что касается Европы, это магазин Полярис, их сайт Книга-ЛВ. Там можно купить мои книги. Что еще? Здесь наш любимый глобус. Кстати, его тоже могу показать, он интересный. Ну, и в целом в комнате из важных вещей все. А, ну, конечно, очиститель воздуха сейчас очень важный, пока все тут болеют, не болеют и так далее. Был еще у нас, естественно, увлажнитель воздуха. Всегда. Но Грантик его долбанул со стола и разбил. Он начал потекать, и мне пришлось его выбросить. Поэтому нам нужно купить новый. Если кто интересуется, и многие из вас, я помню, спрашивают про температуру и влажность воздуха, влажность от 40 до 60 процентов, температура. У нас очень жарко в квартире, поэтому окна все время открывается, и все это дело проветривается. Горшок для парней, в общем, регулируемые ночные наши похождения на горшок. И Гранта время от времени тоже, как бы, ему предлагаем сходить на горшок. Проект тоже еще расскажу, как наши успехи с этим. Ну, и в целом детская комната, вот она, наша детская комната. Из любимых, кстати, таких игрушек сна, вот этот комплект Рэма. Его трогать нельзя. Никому, никогда, ни в коем случае. Этот мишка самый любименький. Это Тедди. Этот миленький мишка, которого он сам выбрал, и все. Он вот просто, этого мишку, от него не на шаг, когда он дома. Всегда вода. Так они у меня спят. Вот это вот его сетапчик. Его трогать нельзя. Ровно так же, как и, например, есть некоторые книги, которые лежат в его ящике. И не дай боже, кто-нибудь подойдет к этому ящику. Но, знаете, вопли всего света, как бы, начнут здесь звучать. И по башке получат любой. То есть этот трогать нельзя. Это его ящик, и все, хоть оттресни. А у Гранта здесь попроще все. Киса, его собака и его мишка. Это Эдди. У Рэма Тедди, у Гранта Тедди. Собака Пив. И, конечно же, любимый трактор. Ну, то есть это для сна маленький трактор. То есть трактор при любом раскладе должен присутствовать в жизни Гранта. Поэтому вот это вот его какая-то такая история. Ну, и, в общем, все. Это главные какие-то моменты нашей детской комнаты, которая по большей части все еще как бы выглядит плюс-минус достойно. Конечно же, они обковыряли мне стену наши горы, но тоже так чуть-чуть, не сильно, но тем не менее. Ничего не разрисовано, потому что все наши фломастеры и вот эти все пластилины, все, лепка и вот это вот все, творчество, оно убирается. Если дети хотят рисовать, там, лепить, все такое, это достается исключительно на момент занятия и все, потом это все убирается. Пишите в комментариях, что еще хотите предметно, чтобы я вам рассказала более детально и что хотите, чтобы я вам показала. Подружки, некоторые из вас под последним моим роликом мне писали такую конституцию факта, что даться вы в кожанке одеты не по сезону зимой. Я вам больше скажу, подруги, не только в кожанке одеты не по сезону, но и, в принципе, по цветовой гамме. Я здесь всегда одета не по сезону. Следующее предложение. Давайте перестанем друг друга воспитывать. У меня как бы 40 лет. Разберусь. Так, ну что, мы сегодня на спорт едем, да? Давай, доставай, что у тебя тут? Шапку надо достать твою. Где твоя шапка? Шапки нет. Перчатки. Все, достал. И из шкафа нужна шапка, да? Ну давай, ищи, где твоя шапка. Беги, иначе мы опоздаем, нам Грантика еще нужно забрать, давай. Извиняем, извиняем. Второе. Если в Санкт-Петербурге одеваться по погоде, то, в принципе, можно ходить в каком-то этом, знаете, мешке для картошки. Потому что здесь погода такая, что красиво выглядит, ты не будешь никогда. И последнее, наверное, мою привычку одеваться в ринге. Никто из меня никогда не выбьет, потому что у меня, например, в ринге были уги белого цвета, которые я носила два сезона, и с ними все было отлично. Ну, собственно, здесь кроссовки, уги здесь точно не выживут. Поэтому, ну, в общем, приближено. Но, эх, все равно, погода, конечно, так себе. Ну что, готов, друг? В садике могу сказать, что пацаны мои популярны. У этого красавца есть подруга Кира. Да? Кира, твоя подруга? Моя. С Кирой они днем, дневной сон, спят. Так что Кира держит его за ручку. Воспитательница присылала мне фотографию. Я, единственное, просила ее, не отправляйте, пожалуйста. Давай. Не отправляйте, пожалуйста, эту фотографию папе Киры. И у Грантика там подружка тоже есть, Алиса, которая Грантика на прощание целует каждый раз, когда он уходит домой. Ну, в общем, эх, чую, я подрастут мои пацаны. И будет у нас куча историй на эту тему. Да? Пупсик. Сюда, дружочек. Забыл? Извините. Сегодня какой-то вежливый. Извините, извиняю. Мама! 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 Мам, дядя! Привет! Привет! Сигдал, что это? Это сок. Что это? Сок. Ты сок пьешь? Ой, ну ничего себе. Ежик, привет, малыш. Мама, а я такой угостил соком. Ты угостил соком. Спасибо тебе огромное. Ты прекрасный братик. Спасибо, зайка. Так, мальчик, все, давай, одеваться будем? Дай мне еще и печеньку. Вот так вот угостил соком, еще и печеньку заберет. Сейчас Рэм откроет и сам тебя угостит. Что тебе там надо, зайка? Мусор. Давайте, кто быстрее, до машины. Прием работает всегда. Ну что, устал? Подожди, я ключи уронила. Бежал, бежал, так бежал. Ой, боги. Представляете, вот все это сейчас будет таять. О, боги. Что нас ожидает, пацаны? Мам, ботик, все равно. Я как-то знаю. Все? Ну, знаешь ли, теперь твоя участь терпеть брата. Ничего не поделаешь, друг. Давай, открывайте. И на дорогу не выходим. Все, Рэм, пожалуйста. Иначе я вот возьму сейчас. Так, все, отпускаем. Давайте, 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 давайте. Гран, стой, на улицу не выбегать. Стой, стой, пожалуйста. Все, стой. Только с мамой. Да, машина наша там, давай. Все, машина вон. Так, ну, еще один. Так, ну что ж, приехали в простор. Эй, покажись. Мы, кстати говоря, были у барбершопа. Тут у нас был неприятный экспириенс с какой-то странной прической. Вот, поэтому мы постриглись. Покажись. Дети, мы хорошие. В общем, привели в порядок. Остался этот ежик. Еще вот это вот решить. Так что грантик на следующей неделе пойдет. Но это не успели. Да, скажи, но у него еще как бы не это. В общем, стричь там нечего. Какими-то кусками у нас все растет. Поэтому мы будем это ждать до хотя бы следующей недели. Мастер наш сказал, что да. Надо бы чуть-чуть потерпеть. Рэм, ну куда ты пополз? Ну вот это вот просто скалолаз. А этот все повторяет. Ну вот что делать? Не-не-не, дружочек, нет. Нет-нет-нет-нет. В общем, сейчас отправим старшего на занятие. Приветики, пистолетики. Вот это что такое? Ой, Илановичка. И ты ежик. Все, пошел заниматься. Сейчас на дорожку пойдет. Сейчас вымотаю от моего дружочка, пирожочка. Так, а мы с тобой пошли в детскую комнату, да? Пойдем? Пошли. Да. Пошли, бери свои динозавры. Садись на попу. На попу садись. Давай аккуратно. Дружочек, пирожочек. Тоже нужна помощь. Все. Побежали. Все хорошо? Да. Ты не устал еще? Угу. И так весь день. Так, котенок наш на скалодром пошел. Очень любит он это дело. Мы планируем отдать до всего. Ну, на большой скалодром с тренером заниматься. Поскольку прям нравится ему. Сейчас у него цель залезть до красной штучки. В целом он до верха добирается. Но сегодня какое-то настроение такое. Сильно-сильно-сильно капризное. Ой, штучка упала. Цель исчезла. Ну, конечно. Так, вторая попытка набраться до красной штучки. Это было tussen цветами и цветами. Там еще каких-то страшных пакет. Музыка Очередная попытка Тренер у нас прям классный Мне нравится, как он с ребенком работает Очень терпеливый Вот очень Сегодня Рэм, оно как бы дает жару Он там сопротивляется И я тут наблюдаю за ним И уже сколько раз он просто Руки крест-накрест на груди Такой, не буду, не хочу Но нет Тренер как бы Ставить на своем Оп Поехал опять вниз Все, заслужил батут Или смотри, побежал Любимая Конечно же, на батут Тренеры уже его знают Сидит там с одним тоже Привет, обнимается Пошел прыгать Что, миленький? Что, миленький? Все, пойдем Рэмот занимался Я спросила, как прошло занятие у него сегодня И он сказал, что сегодня на скалодроме он боялся Но в любом случае я его похвалила За то, что он такой храбрый И молодец И залез так высоко сегодня В общем, сегодня такой день Сегодня было страшно ему Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok